Саша, сформулируйте четко, чего вы и лично ваша партия хотите и какими путями собираетесь достигать целей. Дело в том, что все, что нужно достигать и делать, до нас давно сформулировано и сделано. Почему? Потому что все, что мы сегодня делаем, это не ново. К сожалению, мы не повторили хорошие опыты и то, что наши предки создавали. Мы не можем ничего нового сегодня создать, кроме того, социальная справедливость, бесплатное образование. Это истины, они прописаны. Никуда не надо. У всех абсолютно ничего нового придумать невозможно. То, что ты делаешь для людей и во имя страны, и величия страны, они настолько просты и доступны, что не надо никакого велосипеда изобретать. И поэтому наша партия, у нас программа, это социальное государство. Чтобы была великая страна, единая страна, мир, единство, чтобы люди хорошо жили. У нас есть для этого все. Но представьте себе, за полугодие 2013 года из страны вывезли 70 миллиардов долларов. Это умопостижимо. И мы еще говорим, что у нас не хватает денег. Воровать не надо. Надо работать во благо нашей страны. И все, больше ничего не надо делать. Не надо здесь какие-то... У Ельцина было 17 программ. У Горбачева 20 программ было. Ну и что? Личности. Самое главное. Все вопросы решаются личностью. Через личность. Только личность. Вот и все. Поэтому здесь... Вот, Саша, вы очень много говорите о человеколюбии. А теперь попробуйте, может быть, немножечко попроще рассказать мне, почему вы заявили, когда заговорили о законе об оскорблении чувствоверующих, что у людей, которые оскорбляют эти чувства, нужно отрезать язык. Вот эта ваша фраза... Наталья, наверное... Немножко не соотносится... Это соотносится. Да, с вашей риторикой о человеколюбии. Тот, кто выступает против моей страны, против религии. Потому что православие и нравственность всегда были основой государства российского, да? Когда уничтожили все, разложили всех и все, взялись за православие, за церковь, да? Зная о том, что это последний оплот. И поэтому я говорила и буду говорить. Тот, кто покушается на ценности моей страны, а теперь скажу, не языки, а головы отрывать. Ну, все-таки это уже... Человеколюбие. Не человеколюбие. Человеколюбие, нравственность, страна. Это совсем разные вещи. Вот у нас Ахмед как раз спрашивает, дайте определение, что такое чувство верующих. И продолжает. Может быть, надо бороться все-таки за права верующих? А если Ахмед, что я ему должна лекцию прочитать по этому поводу, что ли? Ну, может быть, лекцию, но какой-то очень небольшой... За права. А что такое права? Он может мне объяснить? Что такое права человека? А что такое оскорбление? Я не говорила об оскорблении. Я говорила о том, кто покушается на православие. А сегодня покушение было, вы помните, одно время, что творилось. Да, да. Пытались настолько подорвать авторитет церкви православия для того, чтобы разложить все и все. Они... поэтому это недопустимо. Вот точно так же они разваливали государство. Поэтому я не говорю, что там кого-то лично оскорбили. Это не попытка была кого-то оскорбить. Это была попытка развалить православие, развалить церковь. Потому что знали о том, что это все-таки сегодня есть какой-то оплот государства российского. А когда говоря о правах... Ну и что, что светское государство? У нас светское всегда было государство. Поэтому, наверное, неправильно говорить о православии как об основе нашего государства. Ну почему неправильно? У нас все-таки государство... А вы же говорите... Во-первых, ваш Ахмед, и вы говорите же о правах. Да, но у нас есть... А почему у верующих, у православия, у церкви не должно быть права? То есть могут... кто хочет бросать камни, что ли, в их сторону? Я с вами не хочу сейчас спорить, на самом деле, да? Я просто спрашиваю, почему ваша риторика о человеколюбии, в общем-то, не соотносится с вашим заявлением об отрезании голов и языков. А я вам хочу сказать, а человеколюбие мое заключается в том, если он стоит на страже моей великой державы и народа. За ее честь, достоинство, за интересы народа. Вот это для меня человек. А тот, кто покушается на, скажем, на эти... на святыню, это мои враги. Я это не стесняюсь. Я четко разделяю. Любовь, ненависти я не говорю, потому что у меня нет ненависти, моей душе нет ненависти никому. Но действий есть, да. А то, что вы говорите, права человека, что такое права человека? Сегодня 25 лет, говоря о правах человека, как где начинают говорить о праве человека, там заканчивается право человека. Да, да. Там заканчивается. Не надо говорить об этом. Но действуйте, делайте, дайте человеку возможность действовать, реализовать свои способности. Дайте ему возможность. Сегодня у нас 10% захватили все богатство страны, абсолютно все, а 90% просто выживают, это неправильно. И какие права у него? Ну хорошо, пусть он пойдет покричить там, и что от того, что он может кричать, от того, что он может обливать грязью церковь, государство, там еще кого-то. Это называется права, что ли? Есть же более мирные протесты, и не всегда эти протесты у нас связаны с поливанием грязью того же православия. Да пусть поливают грязью, самое главное, если ему хочется так поливать, но есть предел, если это не угрожает, скажем, моей стране, пожалуйста, хоть голый ходи, меня это абсолютно не волнует, если тебе это так нравится. А если это угрожает, то целостность, единство, нравственность. Что вы думаете о нынешней неистемной оппозиции, о тех митингах протеста, которые прокатились на нашей стране? Вы знаете, если бы эти митинги возглавляли бы новые люди, которые не были задействованы по власти... Извините. Кто? Точь Навальный, Алексей Навальный. А почему он новый, он всегда был во власти? Не скажите. Нет, я скажу. Скажите, пожалуйста. И? Что вы думаете о тех, кто... Да, ничего хорошего я о них не думаю, потому что там, если бы там были бы новые люди, новые люди, которые не были запятнаны, запачканы, которые не совершали бы эти реформы, которые не расстреливали бы Верховный Совет... Вы сейчас говорите о Немцове, о Касьянове. Касьянов, Немцов, Рыжков, да все абсолютно, новых людей нет, но извините, если бы вчера... Вот эти все реформы, которые у нас сегодня есть, это дело их рук. ЖКХ – это Немцов. Реформы экономические Касьянов и Немцов, они это все делают. И Рыжков, Капсомолец. Вы для себя лично не представляете возможным стоять под одними знаменами с такими людьми? Никогда в жизни. Если бы... Ну, на сегодняшний день я вообще не представляю себя под одними знаменами с ними стоять там, где происходит протест. Почему? Потому что как только я туда встану или мы туда встанем, мы останемся без страны. Я уже сказала, мы сегодня не Путина свалим, а свалим в свою страну и будем потом друг с другом воевать. Поэтому оппозиция, оппозиция, если ты идешь в оппозицию, ты должен быть чистый, честный. Шлейф они должны быть за тобой. Здесь я с вами согласна. Потому что те, которые вчера разваливали, грабили, высмеивали, ахаивали, выдавали все интересы государству и народу, и вдруг сегодня, извините, мы вам принесем счастье. Нет, так не бывает. А вы себя считаете оппозиционером? Я себя сегодня не считаю оппозиционером, потому что я поддерживаю политику президента, направленную на сохранение единства нашей страны. Вы очень хорошо относитесь к существующему президенту, но при этом вы все-таки продолжаете говорить о том, что вас не пускают в большую политику, на вас какие-то гонения идут. Но ведь президент очень любит таких людей, которые достаточно лояльны к нему относятся. Ну, я не знаю, я его любви на себя не ощутила и не прошу этой любви, потому что я не из-за любви поддерживаю сегодня президента или кого-то другого, кто стоит на охране нашей страны. Потому что я это делаю, потому что я такая. Я вижу сегодня угрозу нашей страны. Поэтому и буду призывать всех, чтобы сегодня этого не делать. Сегодня поддержать президента, чтобы во имя сохранения нашей страны. Тем более у нас такая напряженная внешняя политика. Не только внутренняя. С внешними врагами мы как-нибудь разберемся. Всегда бывает сложнее с внутренними. Почему? Потому что они из-под кишка действуют. А вот если говорить о внешней политике, не могу у вас не спросить, ваше мнение по ситуации в Сирии. Ситуация в Сирии отвратительная. Ну, империя смерти. Я в 90-м году еще назвала Соединенные Штаты Америки империей смерти. Но никто и так еще не подхватил вот это вот, когда они назвали империю зла нашу. Советский Союз. Я их назвала империей смерти. Это кровавая страна. Это империя смерти. Она идет с косой. Знаете, вот смертельной косой идет по миру. И то, что они сегодня хотят сделать в Сирии, им не нужна Сирия как таковы. Им нужно добраться до России. Сирия, потом Иран, потом КНДР, потом Россия. Вы можете спрогнозировать, как будут развиваться события? Вы знаете, мне вот сегодня сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Но попытка, чтобы Сирию подавить у них будет. Но она пока... Ну, вот уже заявили о том, что там будут удары вооруженные. ...колеблятся, потому что они знают, как это будет воспринять. Хотя мнение для них вообще ничего не значит. Если уж этот фиговый листочек ООН, который они всегда использовали, они даже не хотят сегодня это использовать, даже хотя бы как ширму. Это уже говорит о том, что они уже настолько стали отвязанными, настолько уже чувствуют свою безнаказанность. Сегодня мир не должен молчать по этому поводу, хотя все молчат. Почему происходит сегодня то, что происходит с арабским миром? Потому что они не едины. Их разделяют и подкупают, и по одиночке уничтожают. Каждый думает, если они будут лояльны Соединённым Штатам Америки, их оставят. Никого не оставят. И также каждому человеку надо понимать, что он думает, что он сегодня выживет. Там пусть рядом кто-то утопает, умирает, погибает. А я пока здесь на суше. Не бывает так, как говорил Шоу. Война – это волк, он завтра придёт и к твоей двери. Война приходит, и несчастье приходит к каждому человеку. Люди могут быть или все вместе счастливы, или все вместе несчастны. И поэтому, исходя из этого, сегодня нам надо объединиться, отбросить все, скажем, вот этот вот негатив. Конечно, голодному человеку то, что я сегодня говорю, воспринимать будет очень тяжело. И тем не менее, ради сохранения нашей страны нам надо быть единым и поддержать сегодня президента. Другого выхода у нас нет просто. Я хочу задать такой последний вопрос. Сажи, скажите, почему вы отказались от предложения Юрия Любимова сыграть главную роль в трагедии Гриппида? Вы знаете, честно вам скажу, у меня соблазн был. Ну, вы понимаете тогда, Любимов стоял, а в другой стороне я стояла. То есть разные стороны баррикад не смогли вас объединить? Нет, 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 не поэтому. И у меня был такой вопрос, почему я, откуда, что. Но он очень меня долго уговаривал. И очень это, и таких интересных обстоятельствах это предложение прозвучало. Как раз вышла статья, совершенно секретно, где написали, что только обо мне не писали, что я с Ельциным купалась, когда он упал с моста, что мы были вместе, и там под руку ходили, обнаженные песни подмосковные пели. Написал один любимый КГБшник. И мне брат пришел, дал эту газету, говорит, ты хоть знаешь, что, о чем? А я в то время газеты не читала, потому что так много по мне писали, всякую несуразницу, я не хотела просто. И я прочла, я с этой газетой мечусь по квартире, ну просто думаю, ну что делать? Ну уже сил нет. И раздается звонок. И я поднимаю трубку. Вот, вы представляете себе, какие интересные вещи происходят мне. Он говорит, здравствуйте, это Любимов. И я на него обрушилась. Все, что я думала, я ему высказала. Он так очень внимательно меня выслушал, взял паузу и говорит, Саша, вы на меня с кем-то будете? Это вот Любимов из театра на Таганке, режиссер. Я говорю, а вам-то что от меня надо? Так что вот такое у нас произошло знакомство, он меня приглашал на репетицию. Вот, и я ему задала такой вопрос. Я говорю, а почему я? Почему столько акций, столько людей? Он сказал, с тех пор, как вы выступили за отставку Горбачева, я очень начал за вами ревностно, ревностно следить. Я приходила на все ваши мероприятия, митинги, которые я много тогда проводила. Я, правда, говорит, одевала так ушанку, шапку, меня никто не видел. И я наблюдал, вы владеете аудиторией, он сказал, вы захватываете, вы умеете держать. Я, это была мечта всей моей жизни поставить этот спектакль, но я не находил подходящую кандидатуру, и я только вижу тебя. Ну, я его поблагодарила и сказала, нет, я только себя могу сыграть. Вы сейчас не жалеете о том, что отказались? Я не скажу, что я жалею. Я иногда так с благодарностью это вспоминаю. Не жалею. Я никогда не жалею о том, что я сделала, если это не повлекло вред для кого-то. Потому что, нет, не жалею. Он тогда меня понял, хотя опять уговаривал. Он мне говорил, примеры будут в Греции. Я отказалась. Он много раз потом выступал по телевидению, я видела, он говорил, что да, я свободный художник, да, когда Сажа была гонима, тогда я действительно очень сильно была гонима, да, я предложила ей сыграть. Но, к сожалению, она отказалась. Много раз он повторил. Я благодарна ему. Вы знаете, когда человек находится в такой изоляции, в гонении, когда каждый норовит тебя как-то задеть, высмеять. Это же Мастак бывает, если человек, когда его поднимают, все его поднимают, когда человека опускают, все начинают его бросать в камни, как говорил Амархаям. И в этот момент он мне предложил это. Я почувствовала какую-то поддержку. Мне стало как-то легко на душе. Пусть он был один. Это был великий мастер и остается великий режиссер. Если этот человек в такое тяжелое время, когда, казалось, весь мир против меня, предложил мне роль, главную роль Медеи, на это я считаю честь. Я с теплом вспоминаю этот звонок, эту встречу и как он меня уговаривал. И когда он мне сценарий прислал, он мне, когда я отказывалась, я говорю, да какая я вам актриса, вы о чем говорите? Он мне говорит, я вам пришлю сценарий, ну прочтите. Он надеялся, что я прочту сценарий. Я с интересом читала, где-то и был соблазн. Я благодарна ему, да. Но не случилось у вас стать актрисой. А хотя мечтала. Это вот моя была мечта в юности стать актрисой или учительницей. Спасибо. Спасибо большое, Саша, за то, что пришли, приняли наше приглашение, ответили на наши вопросы и вопросы наших читателей. Я вам хочу пожелать, чтобы все ваши мечты на самом деле сбывались всегда. Спасибо. Моя мечта – это великая Россия, и чтобы наш народ жил прекрасно, красиво, хорошо. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в студии «Свободная пресса» сегодня была председатель партии «Мира и единства» Сажа Малатова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова